Всем добрый день! Вы на канале Голубика Днепр и продолжаю резать кусты свои разного возраста. И показываю разные нюансы малышей полтора лета, как я обрезаю, старые ветки, как я обрезаю, кустики 4-5 лет. И вот сейчас у меня на обрезке режу кустики где-то 3-4 лет, но с ограниченной корневой. Хочу показать особенности обрезки. Вот смотрите, вырос у меня саженец, который в один ствол, из-за того, что маленький объем, нужна пересадка, сформировался очень сильный ствол. Что я делаю с таким саженцем, который, вот если вы будете выращивать, скажем так, в контейнерах и потом пересаживать больший объем, или получили такой саженец для пересадки. Что я делаю? Во-первых, убираю всю лесу в приствольном круге. Это источник заражения. Обрабатываю обязательно секатор. И, как всегда, иду по стволу. Снизу убираю всю мелочь, которая ниже 30 сантиметров, старенькая, худенькая, с признаками каких-то пятен, убираю. Поднимаюсь дальше по стволу. И смотрите, вот у меня хорошие ветки, крепкие, сильные, с цветочками, почками. И есть многочисленные мелкие приросты, которые дали тоже почку, но они мне абсолютно не интересны. Избирательно работаю. Убираю все, что меньше 10 сантиметров. Вот, 10 сантиметров оставляю. Здесь одна почка, здесь одна почка, здесь одна почка. Почка. Все это убираю, не оставляю никаких пенечков. Веточка закрутилась тоже с почкой внутрь. Будет развиваться, будут идти листочки. Эта веточка все равно не сможет развиваться. Будет передавливаться толстым стволом. Убираю. Все, что мелкое, можно выломать руками. Вот эту мелочь вот просто легко так выкручиваю. Так, опять идет стволик. На стволике вот такие короткие веточки. Эти все короткие веточки я убираю. Смотрю, опять веточка идет с короткими цветочными веточками. Убрали. Дальше, поднимаясь вверх, остались сильные, крепкие веточки. Все, вот с этим кустиком закончила. И немножко освежаю какой-то пенечек. Показываю, что получилось. Получился хороший молодой кустик. Ничего лишнего, крепкие ветки, крупные цветочные почки. Следующий кустик у меня идет. Уже в 10 литрах. Опять наросла мощная корона, много дал многочисленных приростов. Работаем по очереди. Во-первых, вижу что-то посовшее, санитарная обрезка, убираю. Слишком мелкая, убираю. Очень старая ветка, на которой вообще нету цветочных почек. Вот, присутствуют какие-то пятна. Эту ветку полностью убрать. Опять, ветка ниже 30 сантиметров, убираю. Поломанная, засохшая, убираю. Мелкие, вот такие все, тоже убираю. Теперь смотрю, есть молодые приросты, которые перспективные, будут давать корону в следующем году. Немножко прищипываю. Сегодня работаю не возле белой стены. Неудобно носиться, поэтому, скажем так, рассказываю, как получается. Потому что хорошее солнце, нужно работать, нельзя терять время. Дальше, смотрю. Длинные ветки на короне, хорошие. Есть пару коротких. Нармируем, убираем, оставляем только длинные. Вот остались у меня 10, 15, 20 сантиметров. Дальше наблюдаю. Следующая идет корона. Раз, веточка сплодоносящая. Вот вторая, вот третья. Вот идет вверх, без цветочной почки, убираю. Немножко слабенькая, идет в серединку, с цветочной почкой, короткая, убираю. Две короткие, убираю. Дальше идет корона, сильные веточки, цветочные почки, прекрасно. Опускаемся вниз. Дальше иду, как всегда, по каждой ветке отдельно. Следующая у меня идет ветка. На этой ветке много-много мелких отросточков. Убираю все эти ненужные отростки. Будут тянуть питание, мне это не нужно. Поднимаюсь дальше и вот так все это зачищаю, убираю. Все. Оставляю. Вот одна длинная хорошая веточка, вот одна длинная хорошая. И это убираю. Следующая ветка. Вот ветка. Два хороших длинных пагана, три мелких. Эти три мелких я убираю. Уже сильно так подробно, как в предыдущих видео не рассказываю. Можно посмотреть. У меня уже 14 уроков об обрезке. Там я детально иду, каждую веточку вот так обрезаю, рассказываю. Сегодня быстренько, скажем так, уже для тех, кто прошел курс молодого бойца, начальное видео. Вот, теперь смотрите. Вот ветка, вот ветка, вот ветка. Идет веточка, которая в серединке, которая загущается без цветочных почек. Солнце распустится листва, солнце попадать не будет, развития не будет. Убираю ее полностью. Все. Остался вот такой кустик. Сейчас покажу лучше. Вот такой. Достаточно. Говорят, почему много обрезаю, что это останется? Останется. Каждая цветочная почка дает, как у смородины, гроздочку из цветов и ягод. Поэтому без урожая голубика не останется. А вот уже качество, размер и вкус ягод будет зависеть от того, сколько вы оставили на ней урожая. Сколько она может прокормить от объема посадочной, корневой. Растет она в контейнере у вас или на огороде. От этого зависит качество вашей ягоды. После каждого кустика обрабатываю секатор. Теперь смотрите. Опять хорошая длинная молодая ветка с приростами. На этой ветке мелочь идет с цветочными почками. Мелочь убираем. Оставляю только длинные приросты, которые будут плодоносить. Дальше. У основания растут ниточки. Эти ниточки ничего хорошего не дают. Убираем вот эти вот веточки все. Геть, звицеля. Дальше идет молодая ветка. Опять же с большим количеством цветочных почек. Есть одна ветка, которая нарушает правила. Заходит с цветочными почками вовнутрь. Но здесь просторно. Могу ее не трогать. Вот длинная, ниже 30 сантиметров. Оставлю. Уберу только слабенькую. Прищипну только кончик. Отрежу только пересекающиеся. Вот уберу коротенькую. Вот здесь коротенькую. Такую. И вот здесь еще одну коротенькую. Так, отрезайся. Потом чуть-чуть аккуратнее. Конечно, одной рукой неудобно. Еще, смотрите. На молодых побегах, на сильных побегах, всегда почка толстенькая. Это говорит, какая будет у вас ягода. Крупная или мелкая. Чем тоньше веточка, тем меньше будет цветочная почка. Ломаю, показываю. Так, смотрите. Цветочная почка на тонкой ножке. Цветочная почка на толстой ножке. И такое же будет развитие и ягоды. Такая же будет ягода. Здесь, где толстая почка, будет ягода крупная. Вот здесь, где будет тонкая. Почему? Здесь способность доставить питание на толстой ветке очень хорошая. Расположена хорошо, сильная, на солнечном месте. Это мелкая, тонкая, хилая. Зачем она нужна? Не нужна. До свидания. Дальше. Оставила две ветки. Вот одна тоже, казалось бы, неплохая, но на ней фактически нету никаких. Здесь было вот даже плодоношение. Маленький кустик плодоносил. Внизу идут трещинки, пятна. Убираем. Где-то что-то терлось. Вот даже немножко почернело. Это убираем. Вот такой кустик остается на сезон. Сегодня сразу рассматриваю несколько кустиков, потому что все кусты разные. Каждый куст по-своему, его нужно обрезать, на него тратить свое время. Так, рассматриваем следующий куст. Раз хорошая ветка, два хорошая ветка, три хорошая ветка. Мелкие убираем. Мелкая, мелкая, убираем. Мелкая снизу, убираем. Мелкая снизу, убираем. Идем по веточке. Абсолютно молодой прирост. Ничего лишнего, никаких лишних побегов. Толщина пол, ну не пол, чуть-чуть меньше, но очень хорошая, сильная, крепкая, с толстыми почками. Следующая ветка. Чистим. Чистим мелочь. Эта ветка старенькая. Из нее пошли все приросты. Вот поэтому на ней что есть? Маленькая, коротенькая, убрали. Маленькая, коротенькая, убрали. Чуть-чуть защищаем. Зачищаем. Вот смотрите, вот здесь росли ветки, немножко терлась, немножко трещинки. Обязательно после обрезки нужна обработка медсодержащими препаратами. Для того, чтобы защитить вашу голубику, ваши любые растения от всевозможных вредителей и спор болезнетворных бактерий. Вот, крепкие, сильные, почки оставляем. Идем по следующей ветке. Вот было здесь тоже плодоношение немножечко. Убираем плодоносящую. Идет ветка, было и плодоношение, и дала молодые приросты. Зачищаем всю мелочь, для того, чтобы разобраться, что нам оставить. Вот чищу сначала все самое-самое мелкое. Даже если цветочные почки, вообще не обращая внимания, не жалеем. Будете жалить свои кусты, получите хуже урожай. Теперь, на этой ветке, смотрите, раз, два, три, четыре. Очень много. Ветка и толстенькая, и худенькая по-своему. Для нее большое урожай. Вот эту по центру, самую слабую, я уберу. Здесь, смотрите, есть поломка. Убираем поломку. Мелкую веточку, мелкие веточки, мелкие веточки. Мелкие веточки. Это все зачищаем. Вот это все мы убираем. И вверх поднимаюсь. Все, все толстенько. Где-то даже маленькое, небольшое пересетение, но настолько крупные, хорошие почки и сильная ветка, что дальше трогать не буду. Все, вот такой кустик остается дальше. Так, беру следующий кустик. Что это у меня такое за сорт? Так, зарос хорошо. Так, смотрю, что написано. Элиот, да, конечно же, элиот. Он так сильно нарастает. Начинаем работать с этим кустиком. Молодой прирост, отличный, хороший. У основания старая веточка. Теперь смотрите, когда я чистила от листвы, здесь плесень, очень сильно плесень. Вот это вот плесень микориза, которая помогает голубике развиваться. Это не болезнь, это именно грибок микориза, который помогает голубике питаться и для жизнедеятельности очень важен. Дальше идем. Вот молодой прирост. Про микоризу я уже рассказывала, останавливаться не буду. Старенькая веточка, без цветочных почек, очень тонкая. Убираем. Дальше. От нее же шла тоже старая ветка с немножко какой-то потресканной пятнистой корой. Это старый, это черенок, из которого развивался этот кустик. Убираем эту веточку полностью. Поднимаемся. Следующая. Вот идет хорошая сильная веточка. Как всегда, начинаем чистить мелочь. Мелочь убираем. Осталась длинная, длинная, неплохая. Вот немножко коротенькая. Прищипнули. Идет старая ветка. Вот старая толстая ветка. На ней пошло разветвление. Это с почкой заходит в серединку. Здесь какое-то все короткое, мелкое, худенькое. Убрать не нужно. Поднимайся вверх. Есть хороший молодой прирост с толстыми почками. Все отлично. Было плодоношение. Плодоношение немножко пятна. Только вы на своем кустике встречаете какие-то непонятные фиолетовые пятна. Непонятной природы это удалить и убрать с участка. Вообще ничего не нужно. Поднимаемся вверх. Хорошие почки, хорошая ветка. Все, ничего не мешает. Вот еще одна веточка. Здесь убрали. Дальше. Вот эту я уже показывала есть. Опять идет ветка. Вот вообще этот кустик. Чем я еще... Что я еще рассказываю? У меня канал Голубика без секретов. Я рассказываю о проблемах, о болезнях, о неудачах какие-то. Не только я показываю те моменты, которые получились все хорошо, все прекрасно, легко. Нет. Есть проблемы, случаются какие-то неприятности, что-то не получилось. Поэтому вот вижу уже на этом кустике действительно присутствие какой-то болезни, пятен. Нужно эти ветки старые все поубирать. Вот я все эти старые веточки с пятнами срочно убрать. Оставляю молодые. Вот внизу молодой прирост. Немножко раздвоился. Я его немножко вот так обновляю, усекаю. Даю возможность в следующем году дать корону. Здесь тоже немножко прищепнули. Вот кустик показываю, как выглядит. И вот так потихонечку разбираю свою зимовку по сортам, по возрастам. Что остается у меня на ягоду, что пойдет на продажу. Вот поэтому нужно быстро все это почистить, обрезать, приготовить перед обработкой. Следующий кустик чандлера. Развивается каждый куст по-своему. Немножко искривился. Что-то ровняем, что-то удаляем, что-то выбрасываем. Значит, смотрю. Идет веточка. Дала молодой прирост. И два стареньких прироста. Эти старенькие приросты я удаляю. В пользу молодого прироста. Зачистили. Внизу веточка тонкая, слабая, хилая. Тонкая, слабая, хилая. Убрали эти ежики. Маленький пенечек. Убираем. Веточка перспективно растет. Веточка перспективно молодого прироста. Вот идет ветка старая. Она потянулась в солнце. Дала хороший приростик. Вот хороший приростик. И вот ее было продолжение. Вернее, прошлогодняя веточка. Она под наклоном немножко нагнулась. Пошла горизонтально земле. Убираем. Все. Кустик исправили. Порезали. Приготовили. Цветочные почки есть. Этому кусту достаточно уже будет. Вот я пересаживаю все. Где-то с апреля месяца буду пересаживать. Здесь еще немножко подкорректирую. В больший объем. Хватит питания. Будут хорошие ягоды. Хороший сорт. Чандлер. Крупная ягода. Есть видео на канале. Какого размера были ягоды. Вот такой тиковенький сорт появился в моей коллекции. Уже я его доращиваю где-то второй год. В этом году жду первую ягоду. Уже заложили с цветочной почки. Особенность этого сорта. У него все ветви прямо стоячие. Любая веточка, которая куда бы ни росла, она смотрит вверх. Поэтому будет сильно загущаться. Принцип обрезки тот же самый. Убираем все мелкое, все темное. Все то, что подстригалось в течение сезона. Но, как всегда, работаем снизу. Сначала убираю ветки, которые маленькие, идут с нижнего ряда. Вот это все убрали. Поднимаемся по веточке. Вот есть пенечки. Подсыхание, подмерзание. Была все-таки зима. Вот немножко пенечек. Убираем. Веточку оставляю. Дальше опять худенькая, тоненькая. Не нужна. Убрала. Поднимаюсь по этому кустику. Где-то что-то выламываю. Какой-то присохший кончик. Здесь была остановка роста. И пошел... Ну что ж такое, не могу срезать, сломать. Так. Опять пенечек подсохший. Все. Смотрите, какой смешнючий, присмешнючий этот сорт. Вот такие у него прямые такая... Тополечек какой-то. Деревце прямо. Вот кустик постарше. Это уже идет у меня у Нельсон. Дает отличные приросты. Дает просто шикарную ягоду. Мне настолько нравится этот сорт. Элизабет Нельсон. Есть у меня видео про эти сорта. Элизабет, конечно, не для начинающих. С ней надо повозиться. Очень капризная, требовательная именно к уходу, подкормкам и кислотности. Нельсон. Вообще, песня, красота. Никаких проблем. Значит, разбираем. Хорошую и сильную ветку не трогаем, оставляем. Шла вот веточка. Так, чтобы было видно. У меня тут листики все подметаются. Вот шла веточка. Вот эта веточка старенькая. От нее пошел молодой, хороший, сильный прирост. Эту старенькую веточку убираем. Снизу идет ветка. Вот старая, коричневая такая. Убрали. Дальше поднимаемся. На этой ветке вот есть маленький пенечек. Немножко прищипнули. Здесь рассматриваю все хорошо. Чуть-чуть где-то что-то освежаю. Вообще без проблем. Следующая ветка. Опять идет старая ветка. На этой старой ветке убираем ненужные, мелкие. Вот она дала. Все перевожу на молодые приросты. Молодой прирост. Старая ветка. Есть цветочные почки. Но как я уже много раз рассказывала, я оставляю молодые ветки на ягоду. Здесь тоже. Вот один хиленький, слабенький. Вот здесь еще немножко. Но я оставляю только одну молодую ветку. Все остальное вырезаю. И последняя ветка, к которой я подхожу. Самая старая, самая сильная. Здесь был урожай. Здесь был урожай. Отработали себя. Есть цветочные почки. Но настолько мелкие, на коротких ножках. Эта ягода никуда не будет годиться. Это убираю все. Нарастет, еще вырастет. Вот пошла хорошая ветка. С хорошими цветочными почками. Ура, оставляю. Хорошая ветка. Вот было плодоношение. Еще показываю. Спрашивают, как выглядит плодоношение. Вот здесь были в прошлом году ягоды. Вот показываю. Так, без стены, конечно, будет сегодня не так все красиво смотреться и понятно. И вот он стал коричневым. Здесь были ягодки, здесь были ягодки. Ягоды сняли. Этот хвостик остался. Этот хвостик засохший. Убираем. Дальше поднимаюсь. Вот хорошая ветка. Хорошая ветка. Хорошая ветка. Отплодоносивший кончик. Убираю. Здесь еще одна. Вот еще плодоносящая. Здесь коротенько. Убираю. Здесь хвостик после ягод. Убираю. Здесь две будет цветочных веточки. Убираю. И вот осталось. Вот смотрите, как развернуть. У меня, конечно, здесь рабочая обстановка. Вот показываю. Вот кустик. Вроде бы и обрезали много. Но посмотрите, сколько осталось. И это все будет свисти. Это даст еще новые приросты. И будут ягодки. И вот почистила немножечко свои трехлетки. Уже заложила хорошая трехлетка. Цветочную почку. Кому нужно кусты, обращайтесь. Ну, немножко есть малышей. И вот немножко есть еще малышей разных сортов. Тоже еще потихонечку открываю их после зимовки. Всем хорошего дня. Вы были на канале Голубика Днепр. Оставайтесь и дальше. Будем вместе кормить, вместе ухаживать, разбирать. Хорошие ситуации, плохие ситуации. Что болезнь, что особенность голубики и так далее. Всем мира и добра.